Мужской кризис 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 и морально развивается, а второй находится, к сожалению, в деградации. И на самом деле просто люди в моменте понимают, что у них абсолютно не осталось никаких общих ценностей, общих интересов, общих целей, и поэтому они принимают решение разойтись. Почему же кризис у мужчин происходит в 40 лет? Давайте мы подумаем. Скорее всего, мы можем здесь увидеть, что в этом возрасте у мужчин начинается очень сильный подсчет достижений. Мужчина все время подсчитывает, все ли он сделал в этой жизни. 40 лет — это возраст, когда для мужчины идет переоценка ценностей. Для мужчины очень трудно осознавать эту границу перехода его возраста. Если мы можем сказать, что в 20-30 лет мужчина переживал кризис более спокойно, то к 40 годам кризис для мужчины становится уже неким под итогом его жизни. Дети, как правило, в это время уже либо подростки, либо становятся уже взрослыми. Супруга занята своими делами, тоже выстраивает карьеру, и для мужчины кажется, что он становится ненужным. Есть желание у мужчины проявляться дальше. Он еще хорош собой, он еще полон сил, у него еще есть какая-то энергия, и он ее хочет реализовывать, но не понимает, к сожалению, как. Потому что для мужчины на первое место выходят свои потребности. До этого он занимался только тем, что выстраивал семейные какие-то отношения, он растил детей, зарабатывал средства, и постоянно для него очень было важно, чтобы его семья находилась в неком таком социальном лифте, это была его основная задача. Но, к сожалению, к 40 годам все, что достигалось, оно обесценивается, и обесценивается даже окружением, той же супругой, которая находится рядом. Дети чаще всего уже не так сильно нуждаются в отце, они самостоятельные. И вот у мужчины возникает вопрос, нужен ли он. И здесь такая история может случиться, что для мужчины окажется проще все разрушить, те же самые отношения, разрушить брак, что-то поменять в этом жизни, потому что ему будет казаться, что с новой супругой, например, или вообще одному будет все гораздо интереснее, и он сможет еще какие-то победы совершать. И если он не будет чувствовать себя на постоянном пьедестале, на котором должна его ставить супруга, конечно, тогда для мужчины будет брак, в котором находится, покажется, во всяком случае, для него бессмысленным. Почему же распадается брак? Я считаю, что главная причина, по которой распадаются браки, это то, что муж с женой не умеют слушать друг друга. Да, не умеют просто разговаривать друг с другом. Почему же распадаются браки в кризисе 40 лет? Ну, давайте здесь подумаем, прежде всего, еще о независимости женщины. Женщина в последнее время, она выставляет себя очень независимо. Это очень часто, что рожает для себя. Последнее слово у нас за женщиной. И мужчина ощущает себя внешним по отношению к семье. И так как он внешний, а ведь давайте мы еще такой момент обговорим, почему мы говорим, что женщина это внутри, а мужчина снаружи. Знаменитый эксперимент Эриксона, который можно переложить на любую семью. Когда он пришел в детский сад к детям и попросил их построить декорации, что как будто будем снимать фильм, он пронаблюдал эту картину, что девочки обустраивали пространство внутри, а мальчики строили пирамиды и стены снаружи. Так вот здесь можно четко сказать, что женщины это устройство, обустройство и сохранение, а мужчины это созидание и разрушение. Мужчины строят снаружи. И вот у нас получается, что мужчина и так по отношению к своей семье внешней, и он ощущать может себе потребительское отношение. То есть если я не зарабатываю, например, денег, то значит я, скорее всего, и не нужен. И мало кто из женщин может догадаться, спросить у своего мужа, у своего мужчины, что он чувствует, чего он хочет по-настоящему. И здесь мы можем увидеть, что мужчина получает двойной удар, традиционный и феминистический. Времена меняются, а традиционные требования к мужчинам остаются. Давайте послушаем мнение двух наших телезрителей, мужчин разных поколений, о традиционной роли мужчины в семье. Роль мужчины в семье, говорите. Мужчина, прежде всего, это тоже чей-то сын, благодарный сын своих родителей. Семейная жизнь – это все-таки ответственность перед детьми, за их воспитание, за их благополучие. Поэтому, наверное, это все-таки основа семейной жизни. Женщины и мужчины должны быть вместе всегда. В середине 20 века вопроса первенства и главенства мужчин в отношениях не возникало. Все решила одна маленькая таблеточка противозачаточная, когда женщина смогла принимать решение, становиться матерью или нет. И вот женщина выходит активно на рынок труда. Женщина красивая, умная, сильная. И вот начинает бороться за первенство. На мой взгляд, и это мое стойкое убеждение, что женщина – это самое сильное существо на планете Земля. И это только Некрасов, скорее всего, задумывался о том, что женщина сильная. Он об этом хорошо писал. А то, что мы называем женщину слабой, это, по сути, такая, может быть, и уловка. И вот женщина боролась и, в конце концов, победила. Если мы посмотрим, почему мы считаем женщину сильной, ну, давайте мы сравним, вот женщина красит ногти, она может другой рукой качать люльку, варить борщ, разговаривать в этот момент по телефону, рассказывать маме или подруге о своей жизни. Мужчина физически это просто делать не может. Поэтому мы говорим, что женщины более выносливы. И если мы с вами подумаем, что было в традиционных ценностях и в традиционном отношении к мужчине, что сейчас мы получим с вами абсолютное противоречие. Вот если мы выйдем на улицу и спросим у любой женщины, кто для вас мужчина, и получим с вами знаменитую триаду – защитник, добытчик и опора. Но давайте подумаем, опора, мы что, куда-то падаем, зачем нам на кого-то опираться? Добытчик, ну, мы все понимаем, что сейчас очень многие женщины зарабатывают больше некоторых мужчин. Защитник, от кого нас защищать? Саблезубые кошки по улице не бегают, и на нашу пещеру никто не нападает. И поэтому здесь нет никакой необходимости. Но традиционное мнение там мужчине осталось, и женщина это активно транслирует при всех прочих равных, что ей, в принципе, это уже и не нужно. Давайте послушаем, что говорит женщина о том, кто для нее мужчина в семье и какова его роль. Качество, которое я ценю в своем муже, в мужчине, это то, что он у меня спокойный, он у меня понимающий, он очень заботливый, он слышит, умеет слушать, самое главное, помогает, с детьми помогает, мне помогает. И при всем при этом он проявляет свою любовь не какими-то огромными деньгами, а он проявляет свою мелочами, домашним бытом, где он всегда вместе со мной, и он все время помогает мне. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Или он будет становиться мальчиком. Как мужчинами становятся? Если мы обратим внимание, как мамы воспитывают мальчиков еще в раннем детстве, мы можем с вами наблюдать часто картину. Вот он играет в песочнице, и прибегает какая-нибудь девочка, отнимает у него совочек, растаптывает себе кулички и ломает ведерко. Мальчик плачет, и приходит мама и говорит, ты что, ты же мужчина, мальчики не плачут, уступи девочке. И вот он вынужден, абсолютно того не желая, уступать девочке, хотя она раздавилась кулички и растоптала его ведерко. Он очень хочет запульнуть ей совочком, но нельзя, потому что эмоции уже подавляются. И к подростковому периоду мы с вами можем уже наблюдать, что мы мужчин так сильно запрессовали, мальчика в подростковом периоде, что ко взрослой жизни он эмоции уже просто не проявляет, он просто не понимает, как это проявлять. А если он их проявит, то это не будет соотноситься с той ситуацией, которая здесь присутствует. Например, ему же говорили, что мальчики не плачут. Как он может проявить себя как эмоциональный человек? Ну, то есть это нельзя, это запрещено. И мамы делают очень неблагодарную историю. Они говорят конкретно, ты не должен драться в школе, почему ты дерешься, ты меня беспокоишь. То есть она транслирует маму, по сути, не беспокой меня, потому что хорошие мальчики так себя не ведут. И вот эта трансляция и задавливание эмоционального фона не будь мужчиной, не эмоционируй, а потом вдруг резко лет 18-20 будь мужчиной, и опять у мужчины возникает когнитивный диссонанс. То есть кому к противоречии, что же мне делать, быть мужчиной или не быть мужчиной? Давайте послушаем мнение мамы взрослого сына. Конечно, у меня нет никакого готового рецепта, как правильно воспитывать сына. Я воспитывала по интуиции и согласна с теми нравственными принципами, которые были в моем сердце, в моем сознании. С теми принципами, с которыми меня воспитывали родители. Дорогие мамы, мне хотелось бы, чтобы вы помнили, ни в коем случае нельзя давить на ребенка своим авторитетом и добиваться от него, чтобы он поступал по вашему требованию. Мальчики – это особый народ. Мы с вами вынуждены признать, что социум управляют женщины. Давайте мы посмотрим, как у нас вообще формируются традиционно семьи, и что чаще всего мы видим. В основном это мама и бабушка. Да, папа, он может быть присутствует, но он, скорее всего, будет, опять же, внешним по отношению к семье. Папа или на работе, или в командировке, или в разводе. И большинство женщин, когда распадается брак, к сожалению, часто ограничивают общение мальчика со своим отцом. И мы понимаем, что вот эта история все время женская, она пагубно влияет на мужчину. Если мы говорим, что социум управляют женщины, то есть это в семье мама, бабушка, учительница, воспитательница в детском саду, нянечка, женщина, работающая в ЖЭУ, выдающая справки. Если мальчик попадает там в детскую комнату, милиция раньше называлась, то есть там тоже будут женщины. Мужчина пойдет устраиваться на работу, он столкнется с отделом кадров, и там тоже будут женщины. То есть, по сути, управляют судьбой мужчины-женщины. И давайте заметим, что мужчина крепко зависит от женского мнения и от самой женщины в самых таких значимых для него ситуациях. Если мы с вами обратим внимание, как мужчины ведут себя в мужской среде, они абсолютно ведут себя по-другому. Им не нужно носить маску, им не нужно подбирать друг для друга слова, им не нужно выстраивать какое-то поведение специально. Они такие, какие есть, они открытые. И мы еще можем сказать, что мужчины там проявляют ту самую мускулинность, о которой сейчас очень много говорят, и эту мускулинность не все очень сильно любят и воспринимают. Но тем не менее, в мужской среде мужчина настоящий. И мужчина, вот ту самую историю, помните, если про лопатку, которую я так ярко рассказала, вот как раз там нельзя было запульнуть лопаткой, а здесь в мужской среде наоборот. Давай запульнем лопаткой. Мы должны еще сказать такую вещь, что мужчин, к сожалению, вот эта граница, когда он ощутит себя по-настоящему мужчиной, ее очень сложно уловить. Потому что если у женщины понятно, когда женщина становится женщиной, у мужчины абсолютно нет вот этой границы. Потому что в нашей культуре уже на протяжении очень многих веков отсутствует такой момент инициации. Скорее всего, он остался в каких-то древних племенах, африканских мы еще с вами можем и встретить. Или в восточной культуре, когда примерно до 12 лет мальчик живет на женской половине, пожалуйста, там его могут обнимать, целовать, тетешкайте сколько хотите, а потом он в 12 лет переходит на мужскую половину. Вот там его воспитанием по-настоящему занимаются мужчины, которые там живут. На этой половине. Поэтому если мы поговорим о воспитании сына в подростковом возрасте и скажем маме, что вы не должны задавить его подростковый бунт, у мамы первый будет вопрос, что я не должна задавливать и почему я не должна задавливать. Давайте скажем для начала, что такое подростковый бунт в пубертатном периоде. Это как раз то самое и проявление мужественности, который так активно задавливает мама. И вот она его очень долго просит ее не беспокоить, а потом вдруг начинает говорить «стань мужчиной». Вот это как раз трагедия для мужчины, и для мужчин это постоянная драма, с которой они сталкиваются в своей жизни. В чем же заключается драма мужской жизни? На мой взгляд, в том, что мужчина должен постоянно чему-то соответствовать. А вот чему мужчине никто не рассказал. Противоречие к требованиям к мужчине. Будь заботливым, будь нежным, будь ласковым. И с другой стороны, будь мужественным и решителем. Вот такая склейка для женщин, которые сейчас выстраивают отношения с мужчиной. Для них должно быть понятно, что психология мужская и психология женская абсолютно разные вещи. И поэтому, если женщина думает, что мужчина может догадываться то, о чем думает женщина, может предугадывать ее желания, почему ты мои желания не предугадал, то я могу сказать, что это просто невозможно. Вот пока мы не определим, что это разное абсолютно восприятие, психологические, мужские и женские, мы будем с вами натыкаться все время на одно и то же. И тогда всегда будут вот эти конфликты в семье. И, соответственно, когда кризис у мужчины, эти конфликты будут только ярче. Сейчас женщины скажут, а разве нам не достается? Конечно, достается и женщинам. И то, что на сегодняшний день выполняет современная женщина, ну, физически, наверное, выполнить сложно, потому что требования социума очень высокие. Но у женщины всегда есть укрытие, она всегда может сказать, а я мать. И это материнство, оно у женщины на какое-то время обеспечивает ей смысл. Во всяком случае, пока вот эти переоценки ценностей происходят, материнство будет определенным смыслом. А у мужчины, к сожалению, смысл распадается очень быстро. И если он не победитель, то тогда он не видит смысла вообще ни в чем. Если еще мы скажем, что где-то к 40 годам происходят такие маленькие звоночки у мужчины, что мужчина перестает нормально функционировать, вот маленькие даже звоночки, они могут вогнать мужчину в серьезную депрессию. И мы сталкиваемся с тем, что мужчине абсолютно не с кем поговорить о своих проблемах, потому что с женой это невозможно. Она же хочет, чтобы ты был победителем и стоял на пьедестале. На работе это тоже не принято разговаривать о мужских проблемах. Пойти к психологу, так это стыдно. Вот поэтому мы с вами имеем такую высокую статистику сердечно-сосудистых заболеваний мужчин 40-45 лет. Краеугольным камнем в браке всегда у нас остается доверие. И это не то доверие, о котором принято говорить, когда я веду консультацию, спрашиваю, вы доверяете своему мужчине? Да, я точно знаю, мне не изменяет. Нет, не про это история абсолютно, не про измены, а про доверие. Это о том, насколько вы можете открыто рассказать своему партнеру о своей боли. Можете ли вы поделиться своей болью? Можете ли вы просто положить голову на коленки своей женщине, и чтобы вас просто пожалели? Вот как страдают женщины, знают все. Об этом очень много пишут, об этом очень много рассказывают, это понятно. Но как страдают мужчины, мы даже себе представить не можем. Потому что мужчине, к сожалению, не с кем разговаривать. И если, конечно, они доходят до специалиста, это прекрасно. Давайте мы посмотрим, на мой взгляд, очень позитивное видео мужчины, для которого и традиционные ценности в семье, и личные интересы оказалось возможно совместить. Привет! Борис Сазонов, 38 лет, этим летом 13 лет в браке. Во-первых, папа меня учил, что жена, как и Родина, должна быть одна. Это раз. А почему разводятся люди? Я вижу две причины. Первая, это неготовность работать над отношениями, неготовность брать на себя ответственность. Ну, и по-простому, рано женились. Я в 25, уже когда созрел, как личность, и знал, зачем мне это надо. И вторая причина, это минимум общения в отношениях, не проговаривают тортом свои желания, то, что нравится, то, что не нравится, то, что планируют. И зачастую люди живут вроде под одной крышей, в одной квартире, но это не пара. Как же избежать мужского кризиса? Ну, прежде всего, дать почувствовать мужчине, что он мужчина. А как это можно сделать? Чтобы мужчина ощутил свою значимость. То есть, его значимость будет состоять ровно в том, что он делает женщину счастливой. Когда женщина говорит мужчине от себя, исходя из своего ощущения, только с тобой мне хорошо, только с тобой рядом мне приятно идти по улице, только с тобой мне интересно. То есть, она транслирует эту информацию от себя, потому что мужчина, он тоже исходит из своих ощущений рядом с женщиной. Ощущения у мужчины тоже есть. Это странно, что многие женщины даже не понимают, что мужчина, который находится рядом, он тоже чувствует. И когда я наблюдаю на своих консультациях, это достаточно часто, и задаю вопрос супруге, как вы думаете, что чувствует ваш муж? Она удивленно спрашивает, вы думаете, он вообще чувствует? Вот это очень интересно, когда женщины ограничивают вот это восприятие свое собственное, что у мужчин тоже есть ощущения и чувства. Исходя из своей многолетней практики, я бы посоветовала женщинам, которые смотрят эту программу, посмотреть на своих мужчин другими глазами. И мы говорим, что психологи советы не дают. Мы обычно это говорим, что мы вам показываем стакан с несколькими гранями, а вы уже выбираете для себя те грани, которые для вас приемлемы. Но совет хотелось бы все-таки дать. Но для начала не стоит воспитывать своего мужчину. Не надо думать, что до вас мужчина был какой-то не такой, и только вы можете его облагородить. Мужчина, он формировался еще задолго до вас. И у него есть свои представления, свой характер, свои внутренние потребности. Об этом не нужно забывать. У мужчин должно быть личное пространство. Ни в коем случае нельзя это ограничивать. Но все прекрасно знают, и это как шутка, почему мужчины закрываются с телефоном на два часа в определенном месте. Чем же они там занимаются, говорят женщины. Да все очень просто, потому что у мужчин должно быть это личное пространство. Мужчина, как раньше такая была история, они уходили в берлогу, и чтобы никого вокруг не было, они там формировали свои мысли, принимали решения. Если в отличие от женщины, которая позвонит маме, позвонит подруге, с кем-то там поговорит часа два, и примет решение, для мужчины такое поведение неприемлемо. Ему нужно свое собственное пространство, и он, конечно, хотя бы несколько часов в день должен там находиться, чтобы принимать какие-то решения и что-то обдумывать. Не бойтесь говорить мужчине комплименты. Это серьезная вещь. То самое восхищение, о котором говорят все психологи, это то самое. Мужчине нужно восхищаться, чтобы он чувствовал себя важным и нужным. И еще очень важно не ограничивать мужской круг. Как я уже сказала ранее, мужчины в мужской среде ведут себя по-другому. Мужской круг для мужчины крайне важен. И это должно происходить, должно быть общение только с мужчинами. Я хочу сказать, что отношения мужчины и женщины похожи на танец, на классический какой-то танец, танго или вальс. И если вы обратите внимание, что в танцах ведет мужчина. Вот как раз женщинам нужно научиться, чтобы в жизни вел мужчина. Доверять мужчине. И делегируйте свою тревогу, и ответственность мужчине, и отношения будут приносить огромное удовольствие. С вами была Ольга Бердинская, ваш личный психолог. Редактор субтитров А.Семкин